Аплодисменты 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 прозвучал этюд. Это будут этюды Черни, симфонические этюды Шумана и этюд Прокофьева. Первое самое имя, которое всегда обычно звучит рядом с именем карты Черни, это, конечно же, имя Людмила Бетховена, его знаменитого учителя. Черни впервые встретил Бетховена в совсем юном годности, Черни всего было 8 лет. Бетховену привел Черни отец. И сам композит впоследствии в своих воспоминаниях очень ярко описал эту встречу. Мы можем себе представить, что маленький мальчик поднимается на пятый этаж Бетховену, на пятом этаже Евгения, к такому великому композитору, о котором отец так посвященно рассказывал, что даже у него даже какой-то трепет, волнение. И вот как он описывает. Мне было примерно 10 лет, когда отец привел меня к Бетховену. Как я радовался и волновался в тот день, когда мне предстояло увидеть, почитаемого маэстро. Еще сегодня это мгновение живо в моем воображении. Длинным днем мой отец, Крумбольц, Крумбольц, это друг был семейный скрипач, и я отправился на Японштадт. Из Японштадта, где мы все жили, в город на улицу под названием Тифа-Крабен. Поднялись по крутой лестнице на пятый этаж, где довольно грязный на вид слуга доложил о нас Бетховена и потом впустил. Комната выглядела очень неуютно. Везде разбросаны бумаги, ноты, несколько сундуков, голые стены, ни одного стула, кроме единственного расшатанного стоящего подле самого лучшего по тем временам фортепиана. В этой комнате располагалось общество 6-8 человек. Сам Бетховен был одет в куртку из длинной ткани и такие же штаны, чем он не очень напомнил изображение Родинзона Круса, которого я как раз тогда читал. Челохматые, черные, как смоль, волосы стояли, где думал, у него на голове. Несколько дней непритая борода делала нижнюю часть его и листового смуглого лица еще чернее. С обычной для детей наблюдательностью я заметил также, что из ушей его торчало смоченной жидкостью вата. Но в то время еще незаметна была ни малейшая глуховатость, от которой Бетховен сильно страдал позднее. Ну, конечно, Бетховен был как человек погруженный в творчество, потом у него была такая обстановка. Но, тем не менее, Бетховен, прослушав Черный, пришел в восторг. Он сказал отцу, что у мальчика превосходные данные. Конечно, привлекло Бетховена то, что Черный мог сыграть любое его произведение, имели внушить в совершенстве уже в возрасте десяти лет. И Бетховен начал занятия. К сожалению, занятия продолжались долго. Около два-полтора лет занимался Черный Бетховен. Все дело обстояло в том, что отец не отпускал Черный одного десятилетнего к Бетховену. Всегда ходил на уроке со своим сыном. Но Бетховен, как человек творческий, не всегда был в настроении. Иногда ему вдруг приходила в голову музыкальная мысль, он хотел бы быстрее что-то сочинить. Иногда просто он работал ночью, днем он не мог заниматься. Он часто отменял уроки. Отец вынужден был содержать, отец Черный, свою семью. У Черный было несколько братьев и сестер. Соответственно, его отгибной заработок, тоже как музыканта, в этот день пропадал. Он приводил Марину в учебную Бетховену, уроки нет, возвращается назад. Бетховен говорит, приходите на следующий день. И отец вынужден был забрать вот таким меркантильным финансовым, к сожалению, соображением. Но впоследствии, когда уже Черный немножко подрос, в возрасте 15 лет он уже самостоятельно, повторно познакомился с Бетховеном. Бетховен опять пришел в восторг от того, что Черный как вырос как музыкант, и они стали, ну, я бы даже сказал, друзьями. И на протяжении оставшихся лет жизни Бетховена Черный оказывал ему огромную поддержку. Переписывал ему моды, аранжировал его произведения, как-то помогал с организацией концертов, сам исполнял, если имел возможность, какие-то произведения, даже давал Бетховену какие-то советы, как лучше вложить свои средства, как лучше снять квартиру. Поскольку Бетховен, как человек творческий, но был в таких вопросах крайне неприспособлен в жизни. И вот как раз именно в то время, когда первый раз в 10 лет Черный познакомился с Бетховеном, Бетховен писал в это время несколько фортепианных сонат, в частности 17-ю сонату, которая сейчас и прозвучит. Эта 17-я соната не имеет программного названия, такого как, например, патетическая соната 8-я или лунная, или знаменитая эта соната, но считается, как вспоминал Черный, что Бетховен говорил, что написал ее под впечатлением от песок «Роза» от Шекспира. И, пожалуй, вот эта соната, она наряду с эмоционатом, наряду, может быть, 29-й сонат, одна из таких не более драматичных сонат, где не более ярко выглядит сон, но те же и дух этого композитора. Бетховен, сонат номер 17-я, именно в двух частях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в четырех частях. Играет музыка. 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 Играет музыка.